Элиса Павел – счастливая семейная пара. Он молодой учитель из Ульяновска, она родом из Польши. Познакомились, влюбились, так и начался путь теперь уже успешных предпринимателей. Языковой барьер не стал помехой для двух сердец. Влюбленные выстроили необычную коммуникацию, общаясь друг с другом на родных языках и открыли свою школу. Супруги Селезневы воспитывают троих детей, которые часто помогают родителям в проведении занятий. Я знаю русский, английский, немецкий, французский и изучаю испанский. Мне нравится английский. Ну, французский он тоже красивый, но сложнее. Секрет успеха прост. Полное погружение в языковую среду – очень старая, но по-прежнему эффективная методика. Разговаривает в учреждении только на английском, а занимается по специальным британским учебникам. Они написаны для студентов, которые учат английский как второй язык. Здесь, как дома, в студии ты чувствуешь простоту и уют. Эта идея позволила сделать процесс обучения более эффективным и комфортным. У нас преподаватели разговаривают только на английском во время урока. Некоторые дети, они даже не знают, что преподаватели знают русский язык, не догадываются. То есть для них это как иностранцы, им интересно заниматься. Это как игра. В далеком 2010-м супруги обучали по 10-12 человек. Сейчас больше 400 учеников самых разных возрастов изучают языки учреждений дошкольного образования. Количество филиалов увеличилось до четырех. Но, как и многим владельцам частной школы, пришлось столкнуться с трудностями в пандемийный период. Селезневой решили приобрести в собственный стране арендуемое помещение, помогли семейные компании, фонде развития и финансирования предпринимательства региона. 75% от всей суммы фонд выделил на приобретение квадратных метров. Это комплекс программ из федеральных мер, из региональных мер. Региональных только было 5 пакетов как законодательных, так и финансовых решений. В частности, более 2,5 миллиардов только было льготных кредитов под 2%. Вы знаете, это большая федеральная программа, инициирована президентом Путиным. Прошлый год стал тяжелым для всех. Бизнес оказался практически на передовой, наряду со сферой здравоохранения. Тем не менее, было сделано все возможное для того, чтобы предприниматели пережили этот кризис. В настоящее время для бизнесменов действует более 15 программ льготного финансирования. За 2020 год финансовую поддержку на сумму порядка 950 миллионов рублей получили 309 бизнесменов.